здравствуйте тема урока объект давайте подумаем для чего могут пригодиться объекты в языках программирования вот в частности в языке javascript до сегодняшнего урока мы очень часто с вами говорили такие термины как свойства методы не раз говорили объекты вот сейчас настало время разобраться что такое объекты как можно создать объект какие у него есть особенности для чего вообще объекты нужны в языке javascript перед тем как перейти к примерам и следующим слайдам презентации давайте представим ситуацию мы разрабатываем игру на языке javascript игра должна будет заключаться в следующем на странице рисуется космический корабль который летает при зажатии клавиш на клавиатуре и вместе с космическим корабль кораблем на странице летают астероиды задача делать так чтобы космический корабль уворачивался от астероидов каждый астероид он движется с какой-то определенной скоростью каком-то направлении у каждого астероида есть свои координаты x и y вектор движения скорость вот нам получается каждую секунду например нужно брать и менять положение там допустим 20 астероидов нам нужно постоянно их перерисовывать двигать их по текущему окну чтобы игроку было интереснее играть чтобы астероиды были не статическими а именно находились в движении получается мы должны каким-то образом сохранить информацию о всех астероидах которые есть на текущей странице и каждую секунду эту информацию обновлять менять координаты этих астероидов как можем сохранить информацию о 20 астероидах нужно создать массив координат x всех астероидов потом второй массив для хранения координат y всех астероидов еще один массив для того чтобы хранить направление движения астероида и еще один массив для того чтобы сохранять скорость движения астероидов и Если мы хотим взять и пересчитать позицию, допустим, первого астероида в нашей игре, мы должны из первого массива взять нулевой индекс, это координата x, из второго массива нулевой индекс, это координата y, из массива векторов движения нулевой вектор, это будет направление нашего астероида, а потом нулевой элемент из последнего массива, там где записана скорость. То есть из разных массивов поизвлекать несколько значений по одному и тому же индексу, сделать какие-то расчеты над этими значениями, изменить их в массивах и перерисовать астероид на новую позицию. И так сделать с каждым элементом, который есть у нас в массивах. Представьте, какая каша будет твориться у вас в JavaScript коде. У вас будет работа не с астероидами, как с отдельными сущностями, а с кучей различных массивов. Отдельный массив представляет x координаты, отдельный массив — y координаты. Если вы где-нибудь допустите ошибку и возьмете, допустим, из массива x координат там нулевой элемент, а из массива y координат пятый элемент, то вы будете редактировать отдельные как бы сущности. Один астероид и пятый астероид, вы измените их координаты. То есть в игре у вас будет твориться непонятно что. Сопровождать такой код, разрабатывать его будет очень неудобно. С помощью объектов вы можете сделать такую игру намного проще, намного понятнее в разработке. Объекты позволяют вам из реальной жизни, из реальности перенести какие-то сущности в виртуальную реальность. То есть вы можете сделать так, чтобы в вашем сценарии, в вашей игре была не куча массивов, а была куча объектов астероид, чтобы вы редактировали не по отдельности массивы, а редактировали единую сущность, редактировали астероид. Вы создаете объект астероид, говорите, что у астероида есть свойства x координата, y координата, скорость движения и направление движения. И вот этот вот объект дублируете 20 раз. И вместо того, чтобы манипулировать четырьмя массивами, вы манипулируете одним массивом объектов, меняете позицию этого вот объекта, изменяя только его одного. То есть не обращайтесь к другим элементам, которые у вас есть в массиве. Поменяли один элемент, взяли следующий элемент, поменяли его. То есть все свойства, которые вам нужно менять, все элементы, связанные с позицией и скоростью, они собраны в одну кучу, они собраны в одну сущность, которая называется объект. Вот в этом уроке наша задача с вами научиться создавать объекты, научиться создавать свойства, методы в объектах и освоить самые простые техники работы с объектами в JavaScript коде. А теперь давайте посмотрим объекты на примере котиков. Более жизнерадостный пример. Значит, что такое объект? Объект это составной тип данных, который объединяет множество значений в единый модуль и позволяет сохранять и извлекать значения по их именам. Что-то подобное мы с вами смотрели, когда разбирали тему массивов. Мы создавали переменную и в этой переменной хранили несколько значений. Помните, массив содержал в себе там 2, 3, 10 элементов. И каждый элемент у нас хранился в массиве с использования порядкового номера. Нулевой элемент 1, 2, 3, 10. Вот объекты в JavaScript коде это по сути те же самые массивы. Это набор значений, которые находятся в едином модуле, но каждое значение вместо порядкового номера использует имя. И если в массиве 0, 1, 2, 3, то в объекте это свойства FirstName, LastName, Age, то есть различные имена, которыми мы будем указывать, к чему относятся данные значения в объекте. Когда мы в JavaScript коде создаем массив, это обычно означает, что мы создаем последовательность каких-то однотипных значений. Например, массив с названиями месяцов, массив с какими-то цифрами, которые относятся к одному и тому же типу значений. А вот если мы создаем объект, то значения, которые находятся в объекте, они относятся к одной какой-то физической сущности. Вот, например, объект кот. Какие у нас есть свойства у кота? То есть какие есть значения, которые можно привязать к коту? У домашнего животного обычно есть кличка, есть порода, есть, например, цвет, окраска этого животного, его возраст, его вес, цвет, допустим, глаз, кончик хвоста, куча различных параметров, различных значений, которые привязаны к одной сущности. Вот, значения, которые хранятся в объекте, они называются свойства. Вот, например, у кота могут быть такие свойства, как имя, порода, цвет, то, что мы перечислили. И также у объектов есть еще такие значения, как поведение. То есть у объекта кроме свойств, кроме его характеристик, есть еще какая-то функциональность, которая к этому объекту заложена. Вот, например, кот может сидеть, лежать, кушать, спать, муркать, мяукать, прыгать и куча делать различных операций. Вот, когда мы создаем объект и в объект помещаем значения, они будут называться свойствами. А когда в объект мы помещаем вместо значения функцию, эта функция будет называться методом. Значит, у объектов есть характеристики в виде свойств и методы поведения в виде методов. Если вы хотите создать объект в JavaScript коде, вы можете пользоваться различными техниками. Одна из техник показана сейчас во второй части этого слайда. Мы можем создать переменную. Вот, например, var.cat. Создали переменную с именем cat. И в эту переменную, вот в фигурных скобках, в блоке инициализатора, указываем, из каких свойств и методов будет состоять объект. Вот, name, это означает, что для объекта cat мы добавляем свойство name, в котором будет храниться значение морчик. Потом breed, то есть порода, burmese, цвет кота, white, возраст, 3, weight, 2,5. То есть, получается, вот мы задали свойства, которые будут находиться в этом объекте. Ниже мы указываем, какие есть методы в этом объекте. То есть, что он умеет делать. Вот, код умеет сидеть. И вот операция, которая должна будет выполняться, если мы попросим кота сидеть. Код умеет ходить, go. Вот функция, которая запускается, если мы запустим метод go. То есть, вот метод, вот это go, а это функция, которая находится в свойстве go. It, это у нас метод, который заставляет кота есть. Вот мы видим, что сейчас у кота есть набор свойств и методов. Набор значений и какого-то поведения. Давайте мы сейчас перейдем в Visual Studio и попробуем на примерах рассмотреть, как можно создавать объекты, как можно их настраивать и использовать. Есть несколько способов создания объектов, и сейчас мы все эти способы с вами разберем. Первый способ создать объект, это использовать литерал фигурной скобки. Вот на 20-й строке создается переменная с именем instance, и в эту переменную записывается объект, состоящий из двух свойств. Из свойства propertyA, из значения 222, и propertyB, со значением 444. Каждое свойство, которое задается объекту, должно быть разделено за пятой. Каждое свойство представлено у нас ключом и значением. Ключ это то, что идет до двоеточия, вот propertyA это по сути имя свойства, а после двоеточия идет значение, которое будет присвоено этому свойству. И вот сейчас в этом объекте находятся два свойства, propertyA и propertyB. Для того, чтобы получить доступ к свойствам и методам, которые мы создавали в объектах, нам нужно использовать оператор точка. На 23 строке в тело документа мы вводим текст instance propertyA, а потом выводим значение, которое находится у нас в объекте instance. Видите, мы обращаемся к instance.propertyA. То есть вот оператор точка, он позволяет вытащить из объекта его состояние, поведение, то есть доступиться к тому, что мы создали внутри объекта. В Visual Studio большинство редакторов подсказывают вам, когда вы ставите точку, что именно находится в объекте. Вот в объекте есть наши два свойства, propertyA и B. Если вы видите фиолетовый такой куб, синенький куб, это означает, что это значение, которое находится в объекте. Если вы видите фиолетовые кубики, это означает, что это действие, поведение. Мы сейчас на строке 20 создали объект только с двумя свойствами, вот эти свойства. Но почему-то у нас появились еще и дополнительные какие-то операции, методы, которые мы не создавали. Детальнее о том, как создаются эти методы, почему они появляются, мы рассматриваем на следующем курсе. Сейчас мы не будем разбирать, для чего нужны эти методы. Просто знайте, что любой объект, который вы создаете в JavaScript коде, он всегда получает какую-то базовую функциональность. Даже если вы создаете пустой объект, и в нем нет ни одного свойства, и ни одного метода, который вы могли бы задать, этот пустой объект все равно содержит в себе поведение, которое было получено от родительских объектов. Всегда есть главный объект, от которого мы получаем функциональность. Для большинства разработчиков, если вы работали с Java или C Sharp, вы знаете, что у любого объекта, созданного в коде, всегда есть родительский какой-то класс. В JavaScript, по сути, происходит что-то подобное. У любого созданного объекта, даже пустого, есть родитель, прототип, из которого получается ряд функциональностей. Допустим, вот метод toString, который позволяет этому объекту превратиться в строковое представление. Но об этом мы поговорим с вами позже. Мы в итоге через оператор точка обращаемся к свойству A и выводим значение. И свойство A у нас со значением 202, свойство B на строке 24, значение там 444. Вывели значение, которое лежит в объекте, а теперь мы меняем значение свойства из-за объекта Instance. На 29-й строке обращаемся к объекту Instance, извлекаем свойство Property A и этому свойству присваиваем новое значение 3 тройки. До этого было 3 двойки, теперь 3 тройки. Обращаться к объектам можно точно так же, как и к массивам. Помните, что на прошлых уроках мы разбираем массивы, по сути, с вами разбирали этот пример. На 30-й строке мы обращаемся к Instance Property B. То есть мы указываем в квадратных скобочках индекс, который является не целочисленным значением, а именем свойства нашего объекта. И говорим, что свойство B теперь будет иметь новое значение 3 пятерки. Вот этим мы как бы еще и подтверждаем, что для JavaScript кода, для интерпретатора, объекты и массивы это похожие сущности. На самом деле, вот в JavaScript нет особой разницы между объектом и массивом. Там в оперативной памяти браузер хранит эти типы данных практически по одному и тому же принципу. И объекты это у нас набор значений проименованных, а массивы это набор значений пронумерованных. Поменяли свойства вот на 29-й и 30-й строчке двумя способами, а потом эти свойства отобразили. Свойства A и свойства B. Давайте сейчас посмотрим, что получается. Вот наши первые два свойства. Вот свойства после изменений. Видите, изменения вступили в силу. И когда мы выполнили две абсолютно идентичные с 23-й и 24-й строчкой коды, видите, что результат уже был совсем другой. 3-3, 5-5. Обратите внимание, что происходит, когда на 38-й строке мы просто берем и выводим объект instance в документ. Видите, какое значение отображает нам браузер. Object, Object. Это связано с тем, что браузеру непонятно, что сейчас нужно делать с этим instance. Instance заполнен какими-то свойствами. То есть там много находятся значений. Не единое значение, как, например, в переменной типа number, а куча мелких свойств. И получается, что из-за того, что браузеру непонятно, что вывести, он вызывает специальную функцию toString. Помните, мы в подсказке только что видели. Вот получается, что здесь на самом деле вызывается автоматически функция toString и, точнее, метод toString. И просто объект превращается в какое-то строковое представление. По умолчанию все объекты в строковом представлении выглядят вот так. Выглядят как object, object. Давайте еще посмотрим, как отладчик покажет нам объект. Мы сейчас поставим breakpoint на 23-й строке, тогда, когда мы обращаемся к свойству A и посмотрим, что из себя будет представлять instance. Если мы наведем сейчас на переменную instance, то видите, как отображает нам информацию Google Chrome. Он указывает, что это объект. В этом объекте есть свойства A и свойства B с двумя значениями. Еще есть свойства proto. Это, по сути, есть тот родительский класс. Вот отсюда мы именно берем функции toString, valueOf, все функции, они находятся здесь. Это мы сейчас с вами разбирать не будем. Это уже более продвинутая тема использования прототипов. Это мы с вами посмотрим немного позже. Вы видите, что отладчик в Chrome, в Firefox, в Internet Explorer отладчик всегда будет показывать вам, из чего состоит объект, какие у объекта есть свойства, какие есть методы. В следующем примере мы разберем немного другой способ создания объектов. Это будет небольшой